Девушки отдыхают Летает туда же в пик в Шейкер и Даззл для команды Ньюби А мета продолжает быть убогенькой Вообще полгероев просто ничтожный на данный момент Даззл, Шейкер, Папа, Штормспирит, Бладсикер, Нага Сайрен Никто из новых героев, кого не видели хотя бы последнюю неделю, не появляется Ну, странно, в принципе, с другой стороны, что странного Такие деньжищи Игра тем, кто выигрывает Тут потом уже, пусть обсуждается все это Пусть уже комьюнити потом флеймит По поводу того, как мало героев Какая скучная мета Опять Даззл, опять Шейкер, опять Бладсикер Вы понимаете, да, что такое опять 6 миллионов долларов? Такой фразы быть не может Поэтому все здесь хотят победы Безусловно, и брать тех, кто реально тащит Конечно же, логично Ну и давайте по бану команды Ньюби пару слов скажем В пик Драгон Найт, кстати, от Ньюби заходит На мидлейн против Резолюшн, а Штормспирит против ДК Ну, неплохо, в принципе А с другой стороны, может, и Бладсикер вообще будет против ДК Может, Резолюшн заберет себе Бладсикера, а Штормспирита можно отдать Сайленту Тоже как вариант Со стороны команды Ньюби Первым баном отлетает Гирокоптер Дальше улетает у нас Лешрак Резолюшн его не увидит Не увидит Резолюшн еще и Вайпера Ну и Дезераптор тоже отваливается Дезераптор очень популярен Но он как-то в общей мете Смотрится не так Вырвиглазно, как Вот вообще этот весь набор Классический Баунти Хантер, Фантом Лансер Шадов Финтон, Дайнки Я понимаю, что кто-то к этому обязывает Но, конечно, уже скучновато Становится смотреть на Всех этих героев И речь не идет совершенно О команде Эмпайр Или о команде Ньюби Так делают абсолютно все Так что Тут Жаловаться не приходится Минута 20 остается у Эмпайр На то, чтобы четвертый пик себе займить По сути, не хватает у Флейнера У команды Эмпайр А Туск, кстати, Туск не забанили Как вы думаете, будет Туск? Не будет Будет, не будет Но не забанили, должны брать Потому что Не заберут его игроки команды Ньюби Заберут его Эмпайр Заберут его Ньюби Странно Вообще Удивительно посмотреть Если бы Туск вдруг Не попал у нас Ни в баню, ни в пик Тогда Перевернулось бы Мое представление Вообще О пиках На этом интернешнале Было бы очень весело Драгонайт Немножко посвежее Хотя, опять же Я из Наверное, 15 матчей Которые откомментировал Драгонайтов Трех в четырех видел Ну и задумался Резолюшн у нас Ну, вполне можно И действительно Туска здесь пикнуть Почему бы нет Под Секера Под Ту же Нагу Прикатились Развалили Надавали Тем более Нага Сайрен Сложно используется С Туском Постоянно Может и такое быть Вич Доктор У Тим Эмпайр ВД у Тим Эмпайр У Флейнера нет Поэтому Наверное Ньюби сейчас Туска этого и забанят Вполне может быть Хотя С другой стороны Хотели бы забрать его Эмпайр Забрали бы Вряд ли Был бы смысл Оставлять его Напоследок Дарк Сир Дарк Сир Залетает у нас В баню Ну Приятно конечно Наблюдать На Интернешнале Как Ревностно И как В принципе Верно И Очень Ответственно Относятся команды К героям Которых Промакшен Тимплей Вот в частности Дарк Сир Супер Командный игрок Под общую страту Залетает Сто процентов Ну и Не дают таким героям Разгуляться Особенно Не достанется Теперь Естественно Виверна никому Эмпайр Напоследок Оставили ее бан Странно Даже Почти она тоже Со старта улетает Ну и Баунти Хантер Такой частый Вообще гость В пиках Туск Иди сюда Вообще Да Без него Как-то скучно Было Эмпайр его не забрали Его забрали Ньюби Вот пожалуйста Что я и говорил Если не успеют забрать Заберут его Ньюби По-любому Тогда и Шейкером Можно пожертвовать Ни на какой Оффлейн Его не отправлять Есть Герои в принципе Для оффлейна Теперь у команды Ньюби Ну и Тим Эмпайру Флейнера Пока я не вижу В их пике Магнус Давай Давай Магнус Разора забанили Не забанили Разора В принципе Нави Ой Нави Не Нави Показали Все правильно Это Эмпайр Вчера показали Как Разор Классно заходит Под ногу Сайрон Ну и Лина В пик Тим Эмпайр Сайлент Забирает себе Лину Будет фармить Приехали Резолюшн Будет на Шторм Спирите Блад Сикер Для Йоку И Нага Сайрон Это Алоха Дэнс Always on a Fly Будет играть На Вич Докторе Угу Это немножко Другая уже история Сайлент Будет фармить На Лине Кстати Смотрел я Когда Лина Бралась Как Керри Это ВП Показывали В принципе ВП там На этой линии Ничего не сделали И Лидан Смотрелся Жутковато Немножко Надеюсь У Сайлента Таких провалов Как у Лидана Не будет Ну и В принципе Все По героям Эмпайр Мы разобрались Давайте Переключаться На команду Ньюби В составе Ньюби Рэббит будет Играть на Драгонайте На Мидлейне Джун Забирает себе Таска Саншен Будет играть На Шейкере Му Играет на Квин оф Пейн И Банана Забирает себе Дазла Ну в вопросах О вопросах Керри Кстати У Ньюби Относительные Такие Керри Знаете С вопросиком Потому что Драгонайт Это Мидлейн Это Не сказать Что прям Такой Керри Лейтовый Хотя Конечно Он выходит В серьезную Лейту Но Посмотрите Обходятся И без Агильщиков Игроки Одной Игроки Второй Команды Да Здесь есть Бладсикер Для Йоку Но это Сложная Линия А тот Кто дамажит Руками Это Вот Пожалуй Лина Интеллектуал ДДшник Который Будет Руками Разбивать Всем Лица Ну Через Файер Сол Это В принципе Все Адекватно И понятно Лине Если Дать Волю Она С руки Тут Хоть Башер Ей Покупай Она Просто Расковыряет Любого Я Видел Лин Который На 60 Минутах Абисал Блейд Приобретали И просто Не выпускали Из Стана Из Постоянного Баша Героя Там МКБ Я не знаю Кираса МКБ Абисал Блейд И Два Скила Даешь И все И забудь Вообще О том Что ты Когда-то Двигался Не надо Дожелать Стрекеры Ну так Ради Удовольствия Своего Запускать Ну и Началось В принципе У нас Уже Все На карте До выхода Крипов Файт Не состоялся Команда Эмпайр Таким Вот Будет стоять Соло На Бладсикере Резолюшн На Шторм Спирите Стоит На Мид Лейне Ну и На Триплу Команда Эмпайр Отправляет Точнее На сложную Команда Эмпайр Отправляет Триплу Улойсу на Флай Будет у нас На Витч Докторе И Алоха Дэнс На Наге Саппортит Сайлента На Лине Ну и Смотрите Рассказ Здесь очень даже Хороший ВД Который Кого-нибудь Зафиксировал Дальше Нага бросила сетку И дальше Лайт строкирует Сайлента Под ноги В принципе Это минус 1 Автоматически Резолюшн На Мид Лейне Стоит против Рэббита Драгон Найт Против Шторм Спирита И даже так Понять у кого Лучше дела будут Сразу и нельзя Драгон Найт Не такой уж и мягкий Рассыпаться он По идее не должен Но И Шторм Спирит Достаточно доставучая Дрянь Выходит Олдейсона Флай А полетели каски Или не полетели Нет Не полетели Флай пробежал мимо Мимо крокодил Ну и На сложной На легкой линии Точнее Йоку приходится Стоять против Мун Аквапе И Банана На дазле Саппортит Дабла внизу У команды Ньюби Джун на таске Будет формить И на помощь ему Саншенк На шейкере В принципе По линиям Достаточно все Адекватно Расположили команды По пикам так сразу И не скажешь Что куда пойдет А теперь понимаешь Что в общем-то Схема достаточно Рабочая Для получиться Все-таки У Флайя и каски Тут Тысячу лет Будут лететь Ну пытаются поймать Квин оф Пейн Два раза кокос По голове ему Шарахнул Ну и на этом Все На этом остановились Цеплять По большому счету Нечем Какого-то стана Такого долгого Естественно В составе Команды Эмпайр На топ лейне Нет Разве что Лина Внизу Но Лина Внизу И в этом Ее минус В файте На топе Банана на дазли Старается забрать Тут экспы Нормально Так и не просто экспы Банан еще и Динжич тут Подприподнял Похилился хрипов Йоку У него вынужден Мучиться Теперь еще и клэпнули Йоку фактически Лоу хпшный Здесь Получится через Бладрейдж забрать Урсу Или не получится Не получается Опять Банана Это делает Красавчик Банана конечно Тут Молодцом И уже почти Третий левел Заработал При этом не отбирая Вообще Левел У Квин оф Пейн Попал уже Третий с половиной Даже ближе к четвертому Ну и третий левел Есть у Бладсикера От Йоку Заметьте Вчера кстати Бладсикер стоял На легкой линии Формил в окружении Двух саппортов Он с Флайем был И был с Алоха Дэнсом И делал это на Йоку это делал Как раз таки На Бладсикере И Сайлент На Квапе Стоял соло Сложную Так как сейчас Примерно стоит Му Только Сам факт Вообще Это удивительно смотрел Сайлент Который обыкновенно В окружении саппортов Формит Ну по классике Классический керри А здесь полностью Поменялись ролями Причем 100% Поменялись ролями Флай Пытается зацепить Му Квапа разоралась на Флай Флай старается Выхилиться Банану можно забирать У него нет шалу Грейва Ну и Зуст ФБ Уже прям просится Always wanna fly Гелает первый фраг Для команды Empire ФБ забрали И дальше пошли Му немножко успокоился Отошел Му Что-то не так Ну и ночь у нас спустилась Как-то сразу Потемнело в глазах Не так конечно Как у Бананы Но Банан да выпендривался То он крипов пойдет По стиле То еще что-нибудь Флайя у нас ловят Флайя скорее всего заберут Еще один удар по Флайю Флайя развалили А Йоку еще параллельно Крипов здесь нафармливает Ему по хорошему Бежать бы отсюда У Шейкера Тотем не прокачен На первом левеле Афторшок Вкачал Саншенк Знает что делает И знает как это делать По одному фрагу Разменялись Empire И Ньюби И по сути По вопросам фрагов Конечно Ньюби больше подняли Потому что ФБ вообще Ни хрена не стоит Это вот удивительное Удивительное рядом Йоку 14 на 3 по крипам На пятом месте Аж на пятом Поставили на легкую Фармить Бладсекера А он не выфармливает Резолюшн зато В топе у нас По крип стату 34 на 10 Против него Драгонайт 26 на 2 И также Сайлент Идет с счетом 26 на 9 Ну кто должен фармить Крипов Бить их руками Тот это и делает Сайлент Это естественно Опыта Овер 9000 В этом вопросе Фарми не хочу Поэтому Сайлент И на сложное Нормально справляется С данным вопросом Ну что у нас Пошел замес на топ лейне Йоку Лоу КПшный И Алоха Дэнс Здесь Лоу КПшный Прибежал Уже минус Алоха Дэнс В этом файте Йоку тоже Убивают И по-моему Флая Развалили здесь Да Где мисс Где мисс КГВП Я фит Нет я АФК 4-1 Становится счет Три фрага Просто Из ниоткуда Команда Ньюби нарисовала Шестая минута Но она тут Черным обведена Должна быть В тайминге Команда Эмпайр По экспириенцию Эмпайр выигрывали 500 Теперь в ноль По голде Выигрывали почти 1500 И теперь должны спуститься Я думаю В плюс Для команды Ньюби Рэббит 33 на 2 Резолюшн 41 на 11 Фармид Конечно Роман получше Чем Рэббит У Сайлента 33 на 17 Ну и перетяжка Очень даже удачная На топ лейнс Случилось Команды Ньюби Три фрага Заработали Никто сильно Никто не пострадал Разошлись по своим Лайнам Как ни в чем Не бывало Но теперь Они уже В плюсе По фарму Должны быть И по экспириенсу Тоже в плюсе Гуляющий Саншенк И в принципе Тут бегающий От линии К линии Банана Вот это Минус Якод небольшой В составе Команды Ньюби За счет этого Команда Эмпайр И движет Графики Постоянно в свою сторону В принципе Сейчас Вы это не видите Но до этого Так и было Методично Отжимали По поинту У команды Ньюби Потому что Пока что Саппорты Просто посмотрите На них Они просто бегают Время идет Они не зарабатывают Ни экспириенс Ни золото Отсюда и Ты что Артстайл так Всю игру провел Ничего И нормально Ни экспириенс И ни золото Бегаю себе Сайлента будут Пытаться цеплять Пойзон тач Есть у Бананы Но он не достает А вот теперь он и достает Сайлент на Саншенга Начинает настреливать с руки Фауэрс Файри Соул Здесь есть уже И шестой левел Есть у Лины Поэтому Сайлент Мог и Привалить Саншенга Если бы Подостановился Он хотя бы немного здесь У Алоха Дэнса Четвертый Сетка есть Рептайт Есть у Сайлента Шестой И Резолюшн Седьмой Почти восьмой левел Драгон Найт Уже подпушивает Тавер Драгон Форма Отправился у нас Рэббит Ну не знаю Есть ли смысл Врываться на него Хотя под Тавером Почему бы и не ворваться Нет Все уже На безопасное расстояние Отходит Рэпер 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 Отошел На безопасное расстояние Рэббит Конечно же На безопасное расстояние Отошел Смыслом Шторм Спириту Врываться никакого Да и Вортекса Здесь у Резолюшна не было Поэтому Настрелять Драгон Найту Не получилось бы с руки Но здесь Лук КПшный Саншен Соник Вейв пошел от Попы Алоха Дэнс По-моему отправится в Таверну Ван Рус Панч От Джуна Йоку цепляет Джуна Ну и Джуна Здесь приговорили Дальше за Бананой Полетели Кокосы По Банане Ух Даже это произносить сложно Кокос полетел В Банану Кто б видел бы со стороны Непонимающий В Доте Ничего Уже давным-давно У меня руки Смерительной рубашкой Завязал И отправил бы по адресу Эмпайр Выиграют по голде 700 По экспириенсу Эмпайр Выигрывают 500 У Резолюшена Появляется Сейдж Маск Это естественно В Сол Ринг Так что Скорее всего Первым артефактом Для Реза Будет Бладстоун Ну если нормально Игра пойдет Почему бы и нет Эмпайр Несмотря даже на то Что проигрывают По фрагам С учетом 5.2 По голде Вы видите Впереди На 1000 И по экспириенсу Более 500 Для них Ну еще раз повторяюсь Здесь Сейчас я на Творце Включу И вы поймете Здесь вот он Банана якорный Здесь Саншенк якорный Аллхаденс Ненамного Конечно Опередил Солвису на флайм Своих оппонентов Но Тем не менее Это все Учитывается И вообще Как-то главенствующие Позиции Занимает здесь Команда Эмпайр Единственное Что немножко Резолюшн Отстает от Рэббита А так Через одного Все В пользу Команды Империя Байт у нас На нижнем лайне Йоку Цепляет здесь Му Йоку надо бежать Отсюда Я не очень понимаю Зачем Йоку это сделал И как это получилось Йоку Нечем отхиливаться Проедает Йоку У нас деревья Не надо здесь стоять Йоку Му Увидел крик Все Очень быстро Разбирается у нас Йоку Нормальный удар Как раз По окончанию Шел и Грейвай Резолюшн Здесь сливается Команда Ньюби Забирает Трех игроков Команды Эмпайр И полакомится Еще и Тавором Внизу В принципе С тысячи Эмпайр Скатились в ноль Сейчас Плюс Наверное Снесенный Тавр Будет Ну и отошли Кто отошел Здесь Кто ушел Ушел вниз Джун Ну если Тавр Будут бить Ньюби Они и без Джуна Разберутся А если С Джуном Сливаться То это хуже Чем сливаться Без Джуна Йоку Рапшет с километра На Рэббита Саншен Фиссурой Подостановить Немножко Алвесуна Флая Ну и Рэббит С ТПшкой Ну не пытается Даже ее юзать Понимает Что все у него В принципе в порядке Рядом есть Дазл И Рэббит Практически Ничего не потерял Да плюс и реген За счет Драгонблад За счет дерева Тут 12 с копейками ДК в принципе Фулов Как не было Никакого ульта От Бладсикера 8-3 счет Согласитесь Разрыв ощутимый Но при этом По голде Пожалуйста Эмпайр проигрывает Всего лишь 200 По экспириенсу Эмпайр вообще в плюсе Ну и первые два места По Нетворцу Му и Рэббит Дальше три позиции Команды Эмпайр И потом уже идет Джун Ну и вот Ньюби Собственно опережает Своих оппонентов Теперь Ньюби по идее По графикам там Подняться должен Так и есть 1000 голды Вот это вот в плюсе Оказались игроки Команды Ньюби А Лоха Дэнс Отправляется в тавер Резолюшн прыгает На Джуна Сайлент сюда Желает страйкерить Задувка Есть Лагуна Блэйд Если бы развернулся Подраться немножко Му То я думаю Лина не поскупилась бы На него Но в итоге Два фрага делает Команда Эмпайр В этом файте Один точнее И одного героя теряет Плюс для Империи 560 Сан Шенг продолжает Не делать ничего В принципе На подсейв Это кстати на руку Может быть Команде Эмпайр Такая вот пассивность Китайских саппортов Они стараются Не сливаться Стараются не фирить Поэтому Редко Где-то Могут стоять Соло фармить на линии Например Или куда-то пойти Какую-то агрессию Проявить Если вдруг Нет такой задачи Перед ними Вот поэтому В это время В принципе Флай и Алоха Могли бы хоть что-то Себе да выфармливать А саппорты Которые нафармили Больше Чем саппорты соперника Это уже Это уже Какой-никакой Но все-таки Плюс прыгает у нас На Йоку Йоку Разнесло тут По кочкам Откуда Вижн Надо бы и задуматься В команде Эмпайр Ну они прекрасно Понимают Где тут может быть Вижн Ну и Девардинг Должен уже Последовать сюда Вот они Собственно Сразу Сентри Варды Прилетели для ВД Ну я так понимаю Он думает Что где-то здесь Варда Здесь никакого Варда Нет Ну и под смоком Команда Ньюби Прямо под носом У резолюшна Прыгает Рэббит Это уже вторая Реализация Даггера Реализация Просто крутейшая Даггер есть Сразу же два фрага Саншен Моментально Эхо снемпу Флайу Флай цепляют Флай успеет ли Дезлад вообще провязать Нет Флай у нас в итоге Не выживает Айшардом его разорвало На Рэббита Выходит Йоку Лагуна Блейд Пошел в Рэббита Рэббит лоу хпшный Дальше файт Сайлента начинают пилить И Сайлента скорее всего Здесь убивает Айшард в Сайлента Но здесь туз просто Сакральный вообще стал Для команды Ньюби Бладсикер единственный Кто отсюда уходит Минус 4 от команды Ньюби Эмпайр Начинают проигрывать Очень даже жестко 4-14 счет Да это конечно Комбетчится но Ньюби на ходу И это видно И реализация Даггера Просто чудовищно крутая Вот Рэббит Первым артефактом Даггер на Драгонайте И он врывается Постоянно Получил Даггер Юзай Не юзаешь Зачем получил Круто да Ну и касательно 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 всех Вот предположений Прогнозов Я в начале сегодняшнего дня Игрового говорил Что Все не так Как предполагается Совершенно То есть И коэффициенты на Эмпайр Приличные И все думают Что Эмпайр тут Повыше находится Чем Ньюби Потому что они В таблице повыше Да и Состав вроде как Поинтереснее Помоложе И поярче Ну а здесь Команда Ньюби Раз И Получила Небольшое преимущество И реализует Его Просто великолепно Они уже По голде 4 Выигрывают По экспириенсу Полторы Драгонайт На топлейне Забирает тавер И дальше Пошла пушить Команда Ньюби Сразу же Драгонформа Вторая Крипы сыпятся Ну и гляньте Ни секунды Не теряет Ньюби Ни секунды Йокуш Здесь пытается Загнать Драгонайт Не подошел Драгонайт Занимается тавером Йоку И без этого Убивают Уже Годлайк стрик Мут 9 на 0 Как там Сайлент поживает Сайлент 1 на 1 Ну это и понятно В принципе В итоге Сложную линию квапа Отстояла гораздо лучше Чем Лина отстояла Свою Сложную линию Юл прилетает для Сайлента В принципе Теперь раскаст Может быть Но я боюсь Как бы не поздновато Потому что Перефарм здесь хороший У ДК уже 1400 по хп У него есть 2000 на руках Сейчас появится Скорее всего Саша Потом Сильверейдж Какой-нибудь Тоже достаточно Полезный артефакт Для ДК Который собирается Практически постоянно И например ДК выключать Станет Непонятно чем Я уже молчу Про квапу Которая есть На 16 минуте Аганим Ботт 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 Есть Вообще По 3 героя Тоже на точечные Блатт Блатт Страшно Блатт Блатт Йоку здесь Упуска Му Не потратил Это уже хорошо Но это так Это капля в море На самом деле Одна из немногих Позитивных новостей В данном матче Ну и Резолюшн 137 крипов На данный момент 130 у Рэббита И у Сайлента 115 по крипам Это конечно Все хорошо У команды Эмпайр Но Вы понимаете Пока Эмпайр Формит крипов Команда Ньюби Формит Эмпайр Ну и Эмпайр Уже зажата На собственном ХГ Да в принципе Это только Центральная линия На топе Нормальная Еще более-менее Ситуация Сайлент Что-то проверял Вдруг кто здесь Никого не нашел Ну и Сайлент С Яулом Есть у него Пойнт Бустер Тысяча голды на руках В курьере Ничего 2000 Осталось Сайленту До приобретения Аганима Чтобы хотя бы Рэббиту Какую-то дамагу Наносить Пока Рэббит Это печаль Команда Эмпайр У него есть БКБ Его поднимают в Яулу Он приземляется И просто уничтожает Всех вокруг У него скоро уже Не знаю 16 левел будет Сильно с ним Не поборешься Резолюшн А ну-ка А ну-ка Выложи ТП И сходи Забери Аегу Она нужна тебе Здесь по таймингу Надо все делать Вижена нету Команда Эмпайр На Рошане Это плохо Сейчас покажу Вижена никакого Пошел файт у нас Му зацепили Вот бы Му убить Алоха Дэнс Сонг оф Сайрен Резолюшн Сможет ли убрать Му Главное по таймингу Все Все пошел Бладрайт Му надо цеплять У Му миллион на ноль Му кучу денег подарит Резолюшн Забирает у нас Му 885 голды у него Дальше файт Алоха Дэнс Лоу Хэпэшный Эхо слэм От Сан Шенга Забирают Еще и Вич Доктора Йоку начинает напиливать Здесь одного Второго Возвращается Квапан На Ралму На всех Минус Резолюшн Минус Йоку И Сан Шенг И Сайленд Тоже отправляется В Таре Это Тим Вайп От команды Ньюби Казалось бы Что так близко Все это Можно Квапу наказать Забрать с нее Миллион долларов И Пойти дальше Файтис Резолюшн все равно Не оставляет Попыток Забрать Аэгу Но вы видите Да что здесь По Вижену Команды Ньюби Они прекрасно понимают Где может быть Резолюшн Ну и Резолюшн Видимо или почувствовал Или понял Что Подойти И состилить Аэгу Будет просто невозможно Это еще раз отдаться Это Слить вообще Заряды в Бладстоуне И не иметь Никаких вариантов Камбетчить В данном случае Нага Сайрен Классно сработала Под Бладсекера Под тайминг Бладрайта Все это хорошо залетело Но Вич Доктор К тому моменту Уже раскастовался Полностью Он уже Слил каски К тому моменту Дезвард Уже полностью Был проюзан И в итоге Always on a flight Только одним фрагом Ограничился Ну он там Квапу хорошенько Раздамажил И потом Резолюшн смог ее добить В любом случае Заставили Квапу Байбэкнуться Тоже может Какие-то плюсы Здесь есть Перевернули Немного Эмпайр Вы видите с 8 Где-то до Там 6 Ну Все это опять На позицию 7.5 Вернулось Ну и по экспириенсу Ньюби продолжают Идти вверх 6 тысяч В их пользу Играть можно 24 минута Еще ничего страшного Не произошло Такого чтоб Прям Конец света Да Где-то попахивает Концом света Но Не совсем печально Вот следующие пару файтов Они покажут Командинфайр Я думаю Если Дело вообще дрянь будет То Тянуть-то и нет смысла Можно Уже Соображать Что там делать Во второй игре И как останавливать Ксяуэйта И Ой Ксяуэйта Команду Ньюби И Как во второй катке Нормальную какую-то Реализацию своих героев Организовать Ну Теряют еще и Алоха Дэнса Команда Эмпайр 25-7 Счет конечно Такой Что прям просит Комбэк Комбэк Он будет классно Он будет крутой Но Опять же Тут Зайдет Не зайдет Бладсикер С руки Бьет слабо У него будет БКБ Через секунду Да в принципе Все Готово БКБ у него Суниквейв От квапы Все равно бьет Бьет Шейкер Вот это Кстати Неприятность Хотя бы Шейкер Не будет Вообще Толком Ничего делать Шейкер Очень чокнутый Саншенк Влетал Постоянно 17 асистов У Шейкера Охренеть Просто Ну и готовы Не убить Для того Чтобы зайти На хайграунд Прыгает у нас Рэббит На Йоку Йоку надо Сейвить Куда там Сейвить Йоку Му прыгает И с агонимом Ульта Прямо в лицо Йоку Алоха Дэнс Даже спеть Не успевает Минус Алоха Но это все На хайграунде Команда Эмпайр Линии еще не падали Ну тут такой Тут уже горячка началась Прыгает Рэббит За Сайвентом Сайвент если сейчас погибает Я думаю на этом Можно и заканчивать Да Сайвент погибает Резолюшн Тоже пытаются остановить Резолюшн Уходит отсюда Полетел Здесь шарик Прямо за Резолюшн Минус 4 От команды Ньюби Ну и наверное Это все таки Гуд гейм Веллплей Надо концентрироваться На второй игре Хотя Линия еще стоит Линия еще стоит Че я панику включаю Линия еще стоит Попайтиться В принципе можно Ну Так в общем то И предполагалось Ближайшие два файта Покажут Судьбу этого матча А вот Резолюшн Сливается Это вообще не Алло Алоха Дэнс запел Резолюшн байбек Бладрайт от Йоку По таймингу А ну-ка Все назад Рэббит у нас Под шалой грейвом Джуна будут пытаться Ловить Джуна Еще один удар Джуна отваливается Убивают также У нас и Драгон Найта И на Му Нормально Дэс Вартер скастовался Минус Му Забрали у него Эго Резолюшн дальше За Бананой Топи этого Банану Банана в таверну За Саншенгом Му На Резолюшна Always wanna fly По таймингу Что-нибудь дайте Бладрайт Надо цеплять Му Му цепляет Минус Му Минус 4 От команды Эмпайр Дальше гнать Этого Саншенга В гриву Вообще отсюда Ох Вот это уже Другая история Файт рекап Тут мне кажется Чудеса покажет И линию Сохранили Эмпайр Я уже Похоронку Отправлял Просто на первый матч Нормально 3 800 По голде 7000 По экспириенсу На 27 минуте Вот это переворотик Ну и сразу Таврами лакомится Здесь Тавр И наверное Даже на Т2 Ити Квапа Без байбека По моему Да у Квапы нет байбека Она сюда не придет Сразу 2 Тавра Надо бежать И забирать Денег здесь накапало Много Ну же Ну же Ну же Тавр Он ждет прям Убей меня Убей меня Говорит Тавр Нет Тавр Второй оставили в покое Ну и ладно Сейчас модный переговор Будет достаточно Интересным Посмотрим Что по шматью появилось Или что в перспективе Должно появиться Медальонов кураж Появляется для Бладсикера Есть БКБ 9 секундный У Йоку И 700 голды на руках ПТ Аквила Это все неинтересно Это все было Алоха Дэнс 420 на руках Аркан Буксы Тоже Тухляк А вот как тут Дела у Лины У Лины появляется Аганим Наконец-то Сайлент Теперь может Рэббита Успокаивать По чуть-чуть Вич Доктор У нас Приобретает себе Пойнт Бустер Алоха Дэнс Ой Олвис Фонофлай Еще Два с половиной Куска Необходимо Чтобы Аегу Заполучить Рецепт на БКБ Есть У Резолюшена У него есть Огрглап У него есть Митиллхаммер Все БКБ готово Ну и давайте Смотреть Теперь Резолюшен По фарму Немножечко Отстает от Му Му Шел со счетом 15-0 Здесь Или 15-1 Прыгает Рэббит На Сайлента Сайлента Нельзя разменивать Погибает Сайлент И в итоге Никуда Лагуна Блейд Свой не фендюрил Олвис Фонофлай Стоит настреливать По Рэббиту Ловит стан У нас Олвис Фонофлай Где сон Нага спела уже Да А Нага пела уже Я не успел на концерт Да Нага уже спела Резолюшен Бегает здесь Не знает что делать Потому что Остались-то они Втроем Флайя разбирают Уже два игрока Команда Эмпайр Стоит на месте Ну и Юби все-таки Дело свое Решили завершить Решили забрать Мидлейн У них Наверное Это получится И Если дальше пойдут пуши Тогда у Эмпайр Будут проблемы Если развернуться И уйдут Тогда Может Можно еще и С кем-то С чем-то поговорить Дальше двигается Рэббит на топлей Пока действует Драгонформа Но это Пока В принципе сейчас ДК уже становится Обычным человеком Можно с ним Общаться ВД нету Но ВД раскастовал Полностью Дезвард Здесь есть Сонгусайрен от Наги Здесь Резолюшн Врывается у нас на Рэббита Рэббита цепляют Под вортексом Двигается у нас Рэббит Рэббита по-моему Видят Разбейте в этот Сигил вонючий Дай ты по Сигилу Еще один удар Убили Сигил Джуна будут ловить Или не будут Сейчас Узнаем Будут ловить Рэббита Рэббит у нас Так Не хочу Не хочу озвучивать То что только что Произошло Эхо Слэм Плюс Соник Вейв Минус 3 На ровном месте Под БКБ Резолюшн Резолюшн Не улетает Отсюда 40 секунд Не будет его Дезвард Пошел Тут до Сунафлая Ну и это ГГ Ох как Ньюби жгут На самом деле Ньюби Очень неприятно Здесь Отыграли Агрессивно Ярко Это в принципе Это в принципе Действительно ГГ Ньюби Давили по всем фронтам Где-то подслились Но общая Картина По большому счету Не поменялось Вроде как Был вариант Закомбетчить Тим Эмпайр Они отраборали 3 700 Или 3 800 Но проигрывали Это больше 12 тысяч Преимущество Ньюби На 30 минуте По экспириенсу Девятка Для Ньюби Ну что тут Собственно обсуждать Обсуждать Собственный